Венгрия одна из самых красивых стран в Центральной Европе. Будапешт считается одной из самых красивых столиц в мире. В этой стране достаточно много природных и рукотворных достопримечательностей, некоторые из них являются всемирным наследием. Столица Венгрии заслуживает любви с первого взгляда. Этот старинный, элегантный город сочетает в себе сказочные виды на реку Дунай, памятники архитектуры и вольный венгерский дух. В 1987 году ЮНЕСКО внесла Будапешт в список всемирного культурного наследия. Готическая Будайская крепость, проспект Андраши, музей Аквинкум, набережные Дуная, оперный театр, рыбацкие бастионы, конечно, многочисленные мосты являются главными достопримечательностями столицы Венгрии. Новые достопримечательности, 8 новых объектов, в 100 километрах от Будапешта, расположилась небольшая, но очень живописная деревня Халлоке. Должностные лица ЮНЕСКО внесли ее в свой реестр в 1987 году. История деревни берет свое начало в 13-м столетии, тогда и был построен оборонительный замок. Крестьянские дома снаружи и внутри хорошо сохранили стилистику Средневековья. Аббатство Пананхалма в Венгрии и территория национального парка, расположенного на севере Венгрии, покрыто кастровыми долинами и широким плато с известняковыми скалами. Парк включает в себя озера, воронки и пещеры, которые соединены между собой многочисленными лабиринтами и ходами. Пещеры, а их в парке 712, с 1995 года находятся под охраной ЮНЕСКО. Самые популярные замки Венгрии на вершине холма Святого Мартана расположилось в Бенедиктинское аббатство Пананхальма. Монастырь был построен в 996 году, за время своего существования он не единожды перестраивался, поэтому имеет несколько стилей – готический, романский, турецкий и ренессансный. С 1996 года базилика внесена в список ЮНЕСКО. Город-печь с 2000 года включен в список ЮНЕСКО. На его территории расположен раннехристианский некрополь – это самое старое кладбище во всей Европе. Погребальные камеры, мавзолей, и древнеримские надгробные плиты расположены под землей. Также привлекают внимание кафедральный собор, мечеть Гази Касима и университет 14-го столетия. С 2001 года озеро Найзильферте и его окрестности находятся под охраной ЮНЕСКО. Уникальные пейзажи и богатый животный мир привлекают к себе большой интерес – биологов, орнитологов, ихтеологов и экотуристов. В окрестностях озера расположены изумительные средневековые замки. Регион Такая известен своим виноделием. Виноградники, которые прорастают на его территории, порождают необыкновенное такайское вино. Поклонниками этого благородного напитка были Петр I, Екатерина II, Гете, Вольтер, Людовик XIV. Подвалы, винодельческие машины и удивительные пейзажи притягивают туристов и ценителей такайских вин. В 2002 году регион Такая внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.